Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим об одном из главных проектов Москонцерта, о культбригадах. У нас в студии генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин. Илья Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите о поездках культбригады в этом 24-м году. Я уточню, речь идет о новых регионах России. Так получилось, что мы активно рванули на новые территории, делать выезды продолжили в начале года. Конец 23-го это был такой масштабный проект с елками. Вот все сделали, выдохнули и поехали уже выступать в госпитале, воинские части. Потому что уже дело к февралю. Февраль ознаменован 23-м главным праздником Днем защитника Отечества, главным для всех военнослужащих. Ну и для нас тоже таким образом. Потому что мы все-таки, при том, что делаем программы для детей, для мирных жителей, но фокусируемся на выступлениях, стараемся больше выступать перед военнослужащими. А в этом году какая-то новая программа? Или вы уже обкатываете пробированные номера? Программа каждый раз новая. Даже вот с начала этого года было 5 выездов, это 5 разных программ. Никогда не повторяемся. Первый выезд культбригады это декабрь, да, 22-го года или раньше? В декабре 22-го мы первый раз поехали организованно, как культбригада. Но в целом, буквально последних чисел февраля, с марта, ездили отдельно, самостоятельно. За это время, с декабря 22-го года, кто-нибудь из артистов выбыл из обоймы выезжающих? Никто? Нет, никто. Никто из тех, кто съездил на территорию, не откажется поехать в следующий раз. Все просятся, и количество людей, которые хотят поехать, возрастает. При том, что ноль вознаграждений, никогда, никаких вознаграждений дополнительных за выезды не платится, потому что это принцип. Ну, иначе все меняет свой смысл. Я понимаю. Если люди начнут туда ездить за деньги, то это какие-то должны быть уже другие люди. Это какое-то другое целеполагание абсолютно. Нет, нет, знаете, мы для себя сформулировали так, что это некая прививка Донбасса, ну, собственно, новых регионов, не только Донбасса. Человек там побывав, поговорив, пообщавшись, он не может относиться равнодушно к тому, что происходит. Не может просто забыть для себя, как-то вычеркнуть просто, ну, вот, продолжать жить, не вспоминая. Так не работает. Все равно нужно возвращаться, ты подключаешься эмоционально, и хочется продолжать помогать. Ровно то же самое, что со мной происходит, вот ровно то же самое и с артистами. Я заметил, это и к моим коллегам тоже относится. А у вас есть представление, сколько всего было поездок, начиная с конца позапрошлого уже года? Примерно, порядок? Не считаю, но есть статистика по 23-му году выездов культбригады, это 59 выездов и концертов 519. Да, это только 23-й год, это без 22-го и 24-го. Я думаю, что мы где-то за 700 перевалили мероприятий, много, много. И сейчас, и, собственно, 23-й год, уже культбригады ездили по нескольку одновременно, одномоментно. Мы подстраиваемся под возможности работы, под площадки, по сути. Это и есть ключевое вот такое вот узкое, так сказать, место, которое определяет количество наших концертов, выездов. То есть, если есть возможность простроить логистику какой-то группы артистов с хорошей загрузкой, опять-таки, вот по паре концертов в день на недельку, то независимо от того, что уже, например, сейчас едет какая-то группа, поедет еще одна, в Москве оперативно это все планируется, прямо вот по звонку в течение одного-двух дней, зависит от билетов, я вам скажу так, скорость выезда, артисты в случае необходимости готовы ехать обычно на следующий день, вот буквально сразу же. И вопрос возникает только с билетами, потому что ростовское направление, оно достаточно загруженное сейчас. Вот был один из комментариев, я обратил внимание, к нашему сюжету, к нашему прошлогоднему разговору, что вот лично от вас, от вас, ну там кто-то написал из вашей среды, что вот лично от вас не ожидал, что это неожиданный был. Посту, как-то можете прокомментировать, что имеется в виду? Да сложно сказать, но я просто, может быть, занимался какими-то вопросами, которые не ассоциируются с такого рода деятельностью. Кино, не знаю, крупные мероприятия, которые я делал, может быть, это для людей как-то, так сказать, на другой полочке лежит, что ли. И приходится использовать, по сути, весь свой потенциал, весь свой опыт, все свои силы для того, чтобы делать эту работу. И я в нее вкладываюсь полностью, так же, как и в любые предыдущие проекты. Я рад, что сейчас в моменте могу делать то, что сегодня, мне кажется, нужнее всего. Это самое лучшее из того, что я мог бы делать сегодня. Мне кажется, что вот прямо мне сильно повезло. Я искренне благодарен тем, кто, так сказать, помогает это делать, артистам, в первую очередь, московскому правительству, потому что могли бы, знаете, как-то по-другому отнестись. Ну, правда, это же не Москва. Так сказать, московской культурой вообще по логике можно было бы заниматься и в Москве. Но сегодня московская культура там, на территориях новых регионов, воспринимается просто как глоток свежего воздуха. Вот репертуар во время ваших выездов. Вы как-то за это время откорректировали в соответствии с обратной связью, с тем, что вы понимали, что чего-то ждут, а что-то, может быть, не воспринимают. Мы корректируем каждую программу по репертуару. Это не красивая фигура речи, это фактическая ситуация. Корректируем мы ее под конкретную аудиторию, под ситуацию на площадке, потому что один госпиталь от другого отличается. Одна воинская часть от другой, разное совершенно настроение людей. И пытаться всем пропеть одно и то же было бы не очень верно, по крайней мере, менее эффективно с точки зрения наших целей и задач. А цели очень простые. Поднять настроение, чуть-чуть человеку дать ощущение пространства большого, как бы рядом с ним, из его маленького мира чуть-чуть позволить взглянуть в мир большой России, которая его поддерживает. Каждый раз подстраиваемся, но, мне кажется, не существует сейчас таких площадок, на которых для культбригады было бы очень сложно придумать репертуар, с которым мы выступали бы. Бывает так, что выезд взрослый, патриотический, вот у нас, значит, что называется, заготовлена, придумана красивая последовательность, красивая программа взрослых патриотических песен. Приезжаем, а там дети. Такое бывало или раз. Ну, как бы так вот случилось. Всегда есть некий каркас, тема. Тема выезда. Вот, что неизменное. Если мы готовимся к 23-м, значит, большой спектр песен, посвященных армии, песен и военных времен, и современных обязательно. Мы стараемся не злоупотреблять песнями только историческими. Так сказать, там, середина прошлого века, песни войны. Они, безусловно, составляют вот тот блок-скреп, знаете, который... Все про них слышали, но немногие понимают, что это такое. Не все. Я четко понимаю, вот скрепы, это для меня те самые песни, которые людей, проживших в Донецкой республике, в Луганской, по сути, находившихся долгие, по крайней мере, последние десятилетия в другом культурном информационном пространстве, они объединяют со мной. У нас эти песни с ними общие. Вот они, скрепы. Прямо настоящие совершенно. И в каждой программе они уместны. Притом, к скрепам, знаете, относятся и песни, например... Не такие давние, песни Любе, многие, так сказать, они просто народные, например. Сегодня появился еще вот такой пласт музыки и песен абсолютно современных, но тоже ставших нашим общим чем-то и очень важным. Ну, например, песня «Встанем» шамана. Без нее в воинских частях, наверное, ни один концерт не обходился, потому что это самый лучший способ помянуть ушедших товарищей. И таким тонким очень языком все там сказано, все сказано так, как нужно. И Витя Цой живой всегда. Вы меня рады. Просто тоже, так сказать, из репертуара уже послевоенного, тоже скрепа наша, так сказать, тоже греет душу. Всегда в любой ситуации, самой сложной, на самую разную аудиторию, всегда сработает позитивно. Люди подпевать начинают. Ну, как еще проверить, сработало или нет. Сразу аплодисменты, и люди просто включаются и подпевают. В общем, у нас часть концерта – это всегда такое немножечко хоровое пение. Мне коллеги рассказывают, что есть и так называемое окопное творчество, что люди там и сочиняют тоже. Что-нибудь про это знаете? Да. Часто слышим на концертах песни, которые написали сами бойцы. Либо заранее подходят ребята, говорят, что могли бы спеть. Мы тут же просто просим, так сказать, выходить. И делаем такие либо блоки в месте, где наши артисты поют то, что они знают вместе с кем-то из бойцов. Либо просто человечек выходит, берет инструмент, поет сам. Незабываемые моменты, если честно. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Мне действительно, поверьте, очень приятно понимать, что есть люди, которые чувствуют страну и понимают, что этой стране надо. И ваше определение скреп. Это тоже все же ищут, что такое скреп. Вот я от вас... Ну, у меня прям конкретные есть скрепы. Я от вас услышал, и вы меня очень порадовали. Огромное вам спасибо за ваш труд. И огромное спасибо. Я переадресовываю всей команде департаменту. Я в вашем лице... Я тут маленький винтик механизма большого. Ну, я в вашем лице, конечно, прежде всего благодарю тех, кто выезжает туда. То есть фактически бойцов культбригады, скажем так. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»